Друзья, привет! В этом ролике я расскажу про трутовик зимний, он же полипорус зимний. Этот гриб совершенно напрасно называется зимним, так как основные слои плодоношения припадают на апрель-май и на позднюю осень, вплоть до наступления устойчивых морозов. Возможно, свое название он получил благодаря тому, что его позднеосенние плодовые тела способны перезимовывать и их нередко можно встретить в зимние оттепели и ранней весной. В этом ролике как раз перезимовавшие грибы, найденные в начале марта. Трутовик зимний сапротроф, обитающий преимущественно на пнях, сухостойных и валежных стволах или ветках, часто на гниющей древесине, погруженной в почву, как вот именно в этом случае. Предпочитает он различные лиственные породы, такие как береза, лещина, бук, ясень, ольха, лип, дуб, ива и другие. Реже он растет на древесине хвойных пород. Как правило, встречается нечасто, образует небольшие группы, иногда срастает с основаниями ножек или растет по одиночке. Плодовые тела трутовика зимнего, однолетние, с центральной ножкой и шляпкой, то есть он больше напоминает обычный шляпочный гриб, чем привычные всем нам трутовики. Шляпка небольшая, округлая, до 5, очень редко до 10 см в диаметре. Плоско-выпуклая, иногда с углублением, с загнутым ровным, реже волнистым краем, желто-бурого, коричневатого или серо-бурого цвета. Слегка бархатистая или с очень мелкими чешуйками. Ножка центральная, до 5 см длиной и до 5 мм толщиной. Бурая, с характерной пестроватой поверхностью от покрывающих ее мелких темных чешуек. Мне она этим очень напоминает окраску ножки гриба зонтика пестрого. Геминофор мелкотрубчатый, нисходящий по ножке, у молодых экземпляров почти белый, позднее желтеющих, а у зимующих плодовых тел охряный. Поры хорошо различимы, округлые, овальные или угловатые, иногда радиально вытянутые. У молодых плодовых тел довольно толстостенные, а позднее перегородки утончаются. Мякоть в шляпке до 3 мм толщиной, белая, эластичная, пробковая, в ножке плотная и твердая, беловатая или желтоватая. Шляпки молодых плодовых тел считаются съедобными, однако они очень быстро становятся жесткими и из-за этого непригодными к употреблению. Сам гриб небольших размеров с тонкой, жесткой мякотью и невкусной. Именно из-за совокупности этих свойств он и относится к несъедобным грибам. На трутовик зимний очень похож трутовик майский, который встречается только весной и имеет более мелкие поры. Также немного похож и полипорус ямчатый, у которого более крупные радиально вытянутые поры. Оба этих вида, в отличие от трутовика зимнего, имеют мелкие реснички по краю шляпки. На этом все, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.